здравствуйте друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске мы поговорим про skywing для получения наружного зубчатого венца цилиндрических зубчатых колес да мы с вами уже обсуждали skywing для внутреннего зацепления мы проговорили про его так сказать основные преимущества его плюсы до skywing а сегодня мы посмотрим для наружного зацепления именно цилиндрических зубчатых колес и рассмотрим только плюсы но и минусы будет видео дальше будет интересно погнали итак какой зубчатый венец получают и так есть прямо зубы есть косо зубы и само название уже говорит что прямозубые шестерни это естественно они имеют направление прямое да то есть у них зуб прямой а косо зубы и шестерни имеет зуб с определенным наклоном да то есть он может быть левая или правая наклон зубчатого венца зависимости от этого конечно нужно и выбирать определенные так сказать наладки станка и многое-многое другое это основные две шестерни которые на покрывают наверно 80 а может быть и больше процентов всех конструкций не только машиностроение но и других механизмах и так основные способы получения наружного зубчатого венца первые это зубофрезерование естественно это самое популярное что бывает да что встречается на всех наших предприятиях то не только на наших конечно и зарубежных предприятиях это могут быть различные способы самые основные это конечно червячные фрезы получается такой зубчатый венец цилиндрический но есть такой видите типа дисковой фрезы также есть различные другие варианты но это уже редко очень применяется чаще всего это червячная и дисковая фреза да и дисковая принципе уже более для ремонта зубодолбление зубодолблением также получают не только наружный зубчатый венец но и внутренний венец наружный конечно чаще делают таким вот способом зубофрезерование но иногда прибегают и зубодолблению скайвинг скайвинг это естественно то о чем мы сегодня с вами разговариваем тут есть скайвер так называемый да есть заготовка на зажата синхронизированы полностью движением и получаем хорошего но неплохого я скажу так качество зубчатым венец как мы получаем сейчас мы с вами посмотрим итак процесс скайвинга давайте посмотрим как вы видите режимы резания достаточно шустрые да то есть вращение достаточно быстро вращаться заготовка вращается скайвер он проходит если вот так вот смотришь почему называют зуботочение что вот так когда просматриваешь в таком варианте том скорость достаточно высокая да и создается впечатление что в этом в момент не нарезается какой-то зубчатый венец да а происходит просто обычное точение обычным резцом но мы-то знаем что это не так а теперь давайте посмотрим на этот же процесс но уже так сказать в замедленном варианте смотрите это замедленная съемка этого же процесса вращается скайвер ведь и стружечка отлетает то есть припуски такие вот каждый зубчик снимает чуть-чуть припуска да как увидите здесь видите такие зарезы зарезы вот эти зарезы это так сказать припуск который идет потом снимается 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 буквально там может десяточка чуть больше снимается скайвером за один проход ну не десяточка тоже чистовой там десяточка конечно поболей но несколько проходов и мы получаем уже такой вот принципе шлиц или зуб что-то похоже давайте рассмотрим все таки основные чем же он хорош чем же достоинства да собственно говоря вот этого процесса skywing а это полная обработка изделия за одну установку снижение числа операций в технологическом процессе изготовления изделия то есть конечно вам нужно уже вы поставили остановку щепо сделали проточили сразу нарезали зубчатый венец сразу какую-нибудь фасочку сняли то есть вы убрали лишний переход лишний установ детали до чем повысили возможно даже качество так как все делается за одну установку и убрали одного рабочего который у вас фрезеровал когда-то эту деталь высокая производительность да ну достаточно быстро скажу режется не сказать что это супер скорости но они в принципе конкурируют с зубофрезерными операциями высокая точность и повторяемость изделий безусловно это есть но есть определенные и минусы за счет этого мы поговорим немножко позже устранение операции заточки для головки сверху расплавными пластинами ну конечно если сменная пластина то заточки никакие не происходят обработка детали с ограниченным пространством под выход инструмента конечно то есть если у вас здесь это сразу какая-то поверхность другая то вы можете буквально видите выхода никакого нету нарезали сколько нужно длина и уже все у вас готово основные недостатки скайвинга то о том а то о чем мы в принципе не говорили в предыдущих выпусках но поговорим прямо сейчас естественно как любой процесс у скайвинга есть свои недостатки это дорогостоящий режущий инструмент действительно скайверы это очень дорогой инструмент ну как очень дорогой в соотношении конечно если брать червячную фрезу и брать какой-то другой инструмент для фрезерования то скайвер безусловно будет намного дороже высокие требования по точности и жесткости узлов оборудования и оснастки да ваше оборудование должно быть жестко не только была зажата деталь но и скайвер не должно быть никаких биений то есть все должно быть выставлено не люфтить все должно быть такой вот очень 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 жестко иначе у вас просто даже процесс резания может не получаться либо приведет поломки дорогостоящего инструмента и как говорится вы забракуете свое изделие сложность в заточке режущего инструмента конечно сиска вера у вас не с сменными пластинами а требует заточки то это специализированное оборудование которое к сожалению не в каждом производстве даже в производстве имеется профиль зуба напрямую зависит от режущего инструмента оснастки и оборудования и да вы мне сейчас скажете что примеру от фрезы тоже зависит какой профиль зуба и от оснастки от оборудования но скайвер это прямая зависимость если какие то есть вот из этих всех трех элементов инструмента оснастки для оборудования какие-то какой-то из них имеет погрешности да какой-то из них изготовлен вне соответствии с коды то уже вся ваша операция скайвинга идет как говорится не по плану ограниченное количество производителей режущего инструмента на момент записи этого ролика да на самом деле купить скайвер вы не купите где-нибудь и не изготовить на простом заводе не купите где-нибудь в каком-то магазине режущего или сложно режущего инструмента поэтому конечно достать их порой бывает достаточно сложно требуется специальный софт для разработки управляющей программы ну это как бы не то что недостаток но он есть и поэтому как говорят в гараже в любом станок не поставишь и скайвингом не займешься на этом все друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки делитесь видео с друзьями всех наступающим новым годом пока